Итак, снова задача с нестандартной формулировкой, то есть не количество решений, а еще что-то, а просто ровно одно решение неравенства какого-то удовлетворяет неравенству какому-то другому. Давайте поймем, что от нас вообще хотят, и как нам это им дать. И, естественно, перед тем, как смотреть разбор, но порешайте вы задачу самостоятельно. Не надо просто смотреть разбор, вы так ничему не научитесь. Обязательно нужно решать сначала самостоятельно, а потом только смотреть, как решают другие. И вообще, когда вы смотрите, как решают другие, вы ничему не учитесь. Итак, ну и лайк в этом видео поставьте. Значит, что у нас здесь? Давайте, ну, попытаемся решить, что ли, неравенство. То есть, в лоб попробуем пойти. То есть, у нас есть вот такое вот неравенство, да, 5а плюс 3х плюс 4а квадрат минус 4, да, меньше равно 0. Так, ну, вообще, вот числа, я не знаю, вот, наверное, у меня такая интуиция так работает, но вот числа как-то подсказывают, что здесь можно прям по теоремии это корник отбирать. Сумма должна быть минус 5а минус 3, а произведение вот такое. А что-нибудь типа 4а минус 4 умножить на а плюс 1. Нет, 4а плюс 4 и а минус 1, вот. Работает? Так, если я эти два числа сложу, то я получу 5а плюс 3, вот. А нет, надо минус 5а плюс 3, а значит, я должен взять это с минусом и это с минусом. Да, вот, все. Так, то есть, чего я сейчас делаю? Вообще, на самом деле, прежде чем, вот, сказать то, что я сказал, в уме подумал такую вещь. Я говорю, что у меня, вообще-то, вот эта вот штука раскладывается вот так. А значит, мне просто надо сделать два множителя, ну, как бы, либо скомбинировав вот эти два, вот эти два и получив один множитель, а это будет второй множитель, либо скомбинировав эти два и получив второй множитель. Ну, в общем, я не знаю, если не получается, сделайте просто по дискриминанту. Так, я пока объяснял, забыл, что вообще придумал-то. Минус 4а минус 4, значит, я минус 1. Значит, х плюс 4а плюс 4 получается умножить на х плюс а минус 1. Вот так, меньше равно нуля. Вот, вот такое вот неравенство. И здесь у нас еще одно неравенство. Ах на х минус 4 минус а. Минус а. Меньше равно нуля. Так. Ну, в лоб решать как-то дальше не хочется, потому что, ну, я уже себе представил какую штуку. Ну, во-первых, мне придется разбирать вот здесь два случая, да, а положительно-отрицательно, чтобы понимать, как а у меня влияет на левую часть неравенства. Во-вторых, мне придется, вот, значит, смотреть на решение вот этого неравенства, которое у нас будет либо в виде отрезка, либо в виде двух лучей, да. И потом его как-то соотносить вот с этим. Не, ну, вообще, наверное, в лоб даже можно. Давайте все-таки я предложу другой способ. Есть такой замечательный способ. Выглядит он вот так. Нужно рассмотреть, рассмотреть систему координат с осями а и х и применить так называемый метод областей. Что я подразумеваю под методом области? Вот, смотрите, мне надо вот эту штуку сравнить с нулем. Для этого я сначала, вот, как бы, в гуме приравняю это к нулю и подумаю, когда оно равно нулю. Оно равно нулю, если а равно нулю, х равно нулю или х минус 4 минус а равно нулю. Я сейчас, так, а равно нулю это здесь, так вот, а равно нулю это вот здесь точнее, х равно нулю это здесь, ну, эти у меня вещи уже нарисованы, да, это ося. х минус 4 минус а равно нулю это а равно х минус 4. То есть это вот такая вот прямая. То есть у меня сейчас получилось что? Сейчас плоскость разбилась на несколько областей Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь областей Ну, логично, да, плоскость с тремя прямыми делится на семь частей Так, дальше, что же я делаю? Я говорю следующее Вот здесь, в методе областей, так же, как в методе интервалов Напоминаю, да, в методе интервалов мы, получается, прямую делим на несколько интервалов И говорим, что на каждом из этих интервалов сохраняется знак выражения какого-то То есть мы там плюс, минус, плюс какие-то условно выставляем Вот здесь то же самое У меня сейчас плоскость разбилась на области какими-то линиями Вот, значит, в каждой из этих областей у меня будет знак сохраняться Ну, давайте рассмотрим, какой вообще знак в какой-нибудь области, да Например, подставим точку 1,1 Что будет, если я подставлю 1,1? Здесь 1, здесь 1, минус 4, минус 1 Это минус 2, число отрицательное получилось Значит, здесь у нас область отрицательная Да, мне нужно меньше равно 0, значит, я эту область заштриховываю Дальше Логика следующая Вот в этом случае у меня будет как бы шахматное чередование штриховки Это то же самое, что чередование знаков в методе интервалов, да То есть у меня же бывает ситуация, когда я знаки расставляю просто плюс, минус, плюс, минус, плюс чередованием От чего это зависит? От того, в каких степенях скобки То есть по-хорошему говорят, каков, от того, каков, какова кратность корней Вот так вот Значит, здесь у нас каждая линия пришла из множителя в первой степени, да Все Значит, у меня тоже будет некое чередование корней Но чередование корней в методе координат это не чередование, ну, там, в привычном понимании, да А это как бы шахматная раскраска То есть что я понимаю сейчас? Я понимаю, что у меня точно вот это вот будет подходить Вот эта область, то есть я ее должен заштриховать Я понимаю, что еще нам будет точно подходить вот эта область Это и есть как бы некое чередование корней То есть смотрите, у меня при переходе через как бы границу области у меня всегда меняется знак, да Давайте уберем пока Сейчас я доштрихую и объясню еще раз То есть при переходе через границу меняется знак Здесь был минус, стал плюс При переходе через границу меняется знак И здесь тоже меняется знак Вот у меня, иными словами, каждая не закрашенная область окружена Ну, как окружена? Вот эту окружить невозможно, потому что она бесконечно Но вообще, как бы, грубо говоря, окружена закрашенными областями Вот это я называю как бы шахматной раскраской То есть у каждого там закрашенного соседа не закрашены У каждого закрашенного не закрашенные соседи Господи, заговариваюсь И закрашенная соседствует только по вершинкам, как бы скажем так Вот так Теперь вот это тоже давайте изобразим таким же образом Значит, что здесь у нас? А равно минус x Ну, если я это к нулю приравняю Да, x плюс а минус 1 равно 0 То а равно минус x плюс 1 Только я предлагаю это давайте все-таки делать в уме Потому что места не хочется занимать Значит, минус x плюс 1 А, и давайте мы это все красным изобразим Минус x плюс 1 это нечто вот такое Так, минус x плюс 1 Что же ты? Что же вот так, наверное, да? Как-то не получается у меня это ровно привести И теперь мы так же уверены, как эту Так, минус x плюс 1, хорошо Здесь, ой, здесь слишком сильно сложнее, конечно Значит, минус x на 4, минус 1 Минус x на 4, минус 1 То есть это получается что-то вот такое, что ли Вот что-то вот такое, да? Сейчас, сейчас, сейчас Дайте мне 10 попыток, я справлюсь Значит, у меня только вопрос вот к этому К этой точке Лежит ли эта точка вот на этой прямой? Или я тут сильно промазал? Давайте-ка мы, прежде чем начертим, поймем Лежит ли эта точка на этой прямой Что это за точка? Точка пересечения вот этой прямой И вот той прямой, которую мы хотим нарисовать Так, с одной стороны А равно минус x на 4, минус 1 С другой стороны А равно минус x плюс 1 Давайте приравнивать Минус x на 4, минус 1 Минус x плюс 1 мы получаем 3 четвертых x равно 2 x равно 8 третьих так 8 третьих а теперь пересечение этой прямой и пересечение этой прямой получается где у нас происходит она у нас происходит а равно x минус 4 и а равно минус x плюс 1 она уже в принципе очевидно что ответ тут не будет дроби со знаменателем 3 2x равно 5x равно 5 вторых да то есть вот это вот x равный 5 вторых до 2 с половиной а эти двое пересекаются в x равным 8 третьих это все-таки 2,2 третьих это дальше то есть дорог я там получается в первый раз нарисовал прям сильно похоже и зря это все стирал такс вот так где-то наверное будет и вот так вот это минус 4 это 4 так и давайте метод областей применять значит у нас сейчас получается красными прямыми плоскости разбилась на 4 области и так красными прямыми на 4 области в каждой из этих областей у меня будет знак этого неравенства да какой-то какой-то знак этого выражения и нужные знаки будут решениями неравенства поехали подставим подставим 0 0 0 это очень удобно подставлять значит будет 4 умножить на минус 1 это отрицательное число у нас получается а значит вот вся вот эту область нам подходит заштриховываем и я снова буду долго упорно штриховать хорошо далее далее подходит вся вот такая вот область просто из соображений шахматной штриховки да то есть у меня здесь получается ну как сосед сосед этой области должен быть не закрашена сосед не закрашен и должен быть закрашен ну и так далее итак зачем столько страданий что нам дает вот то что мы сейчас начертили значит давайте еще раз найдите все значения при каждом из которых ровно одно ровно одно решение неравенства вот этого удовлетворяет неравенство а x ну короче вот синему то есть ровно одна мне нужно найти такие а при которых ровно одна точка красной области удовлетворяет как бы является точкой синей области ну давайте еще раз значит вот допустим вот такой вот а рассмотрим побольше а давайте не такое вот такое вот такое рассмотрим такое а сколько здесь точек удовлетворяющих этому неравенству и удовлетворяющих этому неравенству то есть другими словами сколько здесь точек лежащих в красной области и И лежащих в голубой области. Значит, ну вот они все. Вот они. Их очень много. Окей? Очень много точек, которые лежат в обеих областях. А мне нужна ровно одна. Ну, мне приходит в голову тогда вот такая идея, что значит, вот при таком значении параметра оно произойдет. Потому что ровно одна точка из красной области лежит в синей области. А остальные точки, вот эти точки лежат только в синей области, да? А вот эти только в красной области. Прекрасно. Значит, вот такое вот значение а я запишу в ответ. Как я его получаю? Я его получаю пересечением вот этой прямой и оси а, да? Очень легко при х равном нулю. Значит, при х равном нулю я получу значение а равное единице. Отлично. Дальше рассуждаем. Когда я иду вниз, вот эта вот прямая, если у нас движется вниз. Ну, во-первых, когда я двигаюсь вверх, у меня не будет вообще таких точек. У меня тупо не пересекаются эти области, потому что как бы красная область влево куда-то уходит, голубая она больше не пересечет. Хорошо. Дальше. Вот здесь вот у меня, как я уже сказал, отрезок. Здесь тоже отрезок. И здесь отрезок. Так. Ну, когда я говорю и здесь отрезок, точнее здесь, вот здесь, здесь. Какой отрезок я подозреваю? Вот этот вот отрезок, может быть, кто-то не увидел. Но, в общем, вот этот отрезок принадлежит и той, и этой области. Теперь очень внимательно нужно посмотреть эти граничные точки. То есть у меня есть подозрение, что мне подойдет вот такое значение а, когда вот здесь я прихожу. И еще рядышком вообще будет вот такое вот значение а, когда я прихожу через эту точку. Вот. А еще совсем рядышком к ним будет еще вот такое вот значение. А, скорее всего, все три подойдут. Давайте проверять. Значит, так. Как нам это проверить? Как бы это нам проверить? Ну, для того, чтобы проверить, то действительно нужна проверка. Нам нужно просто три значения а найти и показать, что это значение действительно больше, чем это значение. Хотя, ну да, на глаз, конечно, не скажешь. Точно не скажешь сходу. Так, это у меня значение, равное минус единице. Это легко определить. Ну, хотя бы исходя из вида вот уравнения этой прямой. А равно минус единице. Так, это у меня значение а, равное чему-то, что я получу, подставив 5 вторых. Вот здесь у меня 5 вторых точка. Х равный 5 вторых. Куда я должен х равный 5 вторых подставлять? Ну, например, вот сюда. Мне все-таки симпатичнее вот эти уравнения. 5 вторых. А равно, значит, 5 вторых минус 4. Минус полтора. Да, минус полтора у нас меньше, чем минус единица. То есть, вот это вот значение а тоже нам подойдет. А равно минус полтора. А что я проверял? Я проверял, что у меня действительно при а равном минус единице будет единственное значение. Потому что если бы вот этот вот треугольничек маленький, если бы он залезал на эту прямую, как бы если бы он был чуть-чуть повыше, то у меня вот на этой прямой, да, при а равном минус единице было бы два места, где есть пересечение. Вот эта точка. И еще одна может быть точка, может быть отрезок. То есть, если бы у меня эта прямая шла как-то так, вот она бы пересекла здесь в отрезочке, здесь в точке. Очень мелкие вещи. Я надеюсь, понятно. Если не поняли, то обязательно пишите в комментариях. Я объясню или, может быть, даже дополнительное видео сделаю с большим чертежом. Так, ну и теперь в принципе, в принципе, понятно, что вот это вот третье значение параметра тоже подойдет, да. Это у нас при х равном 8 третьих. Я напоминаю значение. Вот здесь у нас 8 третьих есть. Так, очень мелко они тут придумали. Так, 8 третьих, 8 третьих. Я подставляю куда? Например, сюда. А равно минус 8 третьих плюс 1. Это минус 5 третьих. Так, у меня получается 4 значения параметра. Минус 1, минус 1, 1 и минус 5 третьих. Да. Вот так. Собственно, все. Вот и оно все решение задачи. Почему я здесь решил метод областей все-таки применять? Потому что он более нагляден. Да, есть вот такие вот места, мелкие путаницы, да. Но как бы вы всегда можете эти места вообще... Обратите внимание, мне в конце концов понадобился лишь вот такой участок. Если вы смотрите мои задачи по геометрии, я в таких случаях делаю следующее. Я говорю, нафиг такой чертеж, давайте начертим в большем масштабе, да. И черчу в большем масштабе. Вот, действительно, если непонятно, попробуйте-ка начертить в большем масштабе. Тогда вы увидите вот этот треугольничек. Вы увидите те значения параметра, при которых получается ответ. Так вот, метод областей здесь нагляден. То есть я на методе областей вижу те значения параметра, при которых у меня действительно вот единственная... Единственная точка из красной области лежит в голубой области. Вот. А если бы я решал в лоб обычным методом интервалов, чередую там туда-сюда, мне бы пришлось рассматривать очень много разных случаев. Когда вы случаи рассматриваете, не видя общую картину впереди, то вы можете какие-то случаи упустить, или можете легко запутаться просто. Ну, следствие того, что вы запутались, будет, естественно, придет... Приведет к тому, что вы... Господи, я не по-русски говорю. То, что вы запутаетесь, приведет к тому, что вы что-нибудь забудете. Вот так. Таким образом, все-таки метод областей намного удобнее, я считаю. Осваивайте его. Обязательно осваивайте. Если что-то непонятно... Не знаю, мне кажется, я каждое видео тоже повторяю. Пишите в комментариях. Я читаю комментарии, я вам отвечу. А может быть, я на метод областей запишу видео еще. У меня, кстати, нет видео на канале об этом. Классная идея. Вот. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, коммент друзьям, родителям, кошкам, собакам даже своим. Рекомендуйте. Всем рекомендуйте смотреть. Потому что я здесь три раза в неделю выпускаю 14, 16, 18 задачи. Это самая сложная задача ЕГЭ по статистике. Да, есть еще 19-я. Но 19-я я выпускаю немножечко пореже. Не получается раз в неделю снимать. Да. И подписывайтесь на канал, поэтому ставьте колокольчик, чтобы не пропускать. И до встречи на следующем разборе. Субтитры сделал DimaTorzok